Что? Нет, это невозможно. Валентина не способна на такое. Как видишь, способна. Сейчас ее поддерживает группа из университета. Их было человек 20, все по два метра. Она приказала избить меня. Не может быть. Валентина на такое не способна? Такое не может происходить со мной. Такое не может происходить с кем-то из моих детей. Успокойся, Олимпия, выпей это. Акилис как будто не мой сын. Он всегда был таким слабым, таким ничтошным. Ты прекрасно знаешь, что я пыталась сделать его сильно мужчиной. Я старалась, Рокки. И ты это знаешь. Да, знаю, знаю. Но ты ничего не смогла сделать. Олимпия, дерево, которое рождается кривым. Что? Мой сын со склонениями? Нет, я этого не потерплю. Ты же знаешь, я не выношу, когда что-то идет не так, не по-моему. Но какой смысл сокрушаться о том, чего не можешь исправить? Пожалуй, ты прав. Не стоит умирать из-за этого. Потом посмотрю, что сделаю. Очень хорошо. Сейчас у тебя есть занятие поважнее. Кстати, что с моим поручением? Этой женщине уже выписан билет в мир иной. Валентина не могла это сделать. Как видишь, могла. Сейчас толстуку поддерживает группа отморозков из университета. Хит-убийца. Тихоня. А ты говорил, что она тарелку не разобьет. Со мной она перебила всю посуду. Не будете относиться к бедной толстухе, как к тряпичной кукле. Дерская служанка, убирайся отсюда. Тебе никто не разрешал вмешиваться в разговор. Убирайся. Можно узнать, что ты делал в университете, Роман? Насколько я знаю, ты не учишься? Действительно. Может, ты пошел туда, чтобы цепляться к ней снова? Нет, ничего подобного. Я хотел поговорить с толстухой о конкурсе. Ты никак не успокоишься? Постой, постой, постой. Она даже не дала мне сказать. Сразу ответила нет. Но хуже другое. Знаешь что? И что? Толстуку сказала, что у нее есть жених. Добрый вечер, сеньориты. Что? Франклин! Ты такой красивый, и умереть можно. Повернись. Дорогой, ты прямо кавалер из стиля сериала. Я такой элегантный, потому что иду со своей невестой. Нет, Франклин, я не могу. Соберись, духом утенок. Все будет прекрасно. Моя красавица, мы с Беатри снарядим тебя, чтобы ты пошла на этот показ как самая настоящая принцесса. Орестас, дорогой, я хочу видеть другое лицо. У меня есть только это. Будут говорить, что ты мрачная из-за меня. Улыбнись. Смотри, здесь Алихандра. И уже пришла Ариадна с Романом. Здравствуйте. Ты не обидишься, если я оставлю тебя одного, малыш? Не обижусь. Друзья, поручаю вам Орестаса. Не оставляйте его одного. Не переживай, дорогая, он сядет с нами. Правда, друг? Я посвящаю этот показ тебе одному, мой дорогой. Иди, топ-модель, а то начнут без тебя. Да. Пока-пока. Увидимся позже, отразно. Ну, конечно. Братик, ты хоть притворись. Здесь такое лицо не носят. Ты хочешь, чтобы я был спокоен, не зная, что с Акилисом? Мне очень плохо, Хавьер. Сейчас я хочу забыть, что мир существует. Знаешь, я ушел из дома. Ну, вернее, отец меня выгнал. Ты что, проболтался? Ничего подобного. Пришла Фабиола и устроила скандал, потому что я не захотел с ней переспать. Ну, знаешь, так даже лучше. Мне надоело притворяться. Каждый человек таков, каков он есть. Я уважаю тебя таким. Я еще приду, крепись. Ладно, спасибо. Извини, ну что, королева, как дела? Что случилось? Проблемы? А ты кто? Я тебя не знаю. Человек, который тебя понимает, потому что сам прошел через это. Я не могу пожаловаться. Чеки потрясающей невестой, я горжусь ей. Вы уже назначили дату свадьбы? Я думаю, это станет событием года. Нет, нет, мы пока не назначили дату, но, уверяю вас, как только мы определимся, вы узнаете об этом первыми. Я сразу же вам сообщу. Отлично, спасибо. Сегодня худший день в моей жизни. Думай, Дон. Если ты мне позволишь, я помогу тебе узнать настоящего Акилиса. Да? Как? Или это еще одна твоя тайна? Мы все больше понимаем друг друга, и ты мне все больше нравишься. И на том спасибо. Наконец-то я не слышу упреков. Поцелуй? Я этого никак не ждала. Кем себя считает этот тип, чтобы целовать Валентину, и почему она ему позволяет, я не понимаю. Успокойся, старик. Не заводись. Значит, он и есть жених кузины. Везет же проклятой толстухе. Этот тип хоть и бедный, но то, что надо. Кто бы мог подумать, что толстуха с необъятными прелестями снимет полицейского? Им придется объяснить мне это. Я подошел очень серьезно к роли жениха толстушки. Кажется, кузену Валентину это не понравилось. Посмотри, Йорди, какое у него злое лицо. Франклин, ты не должен был целовать меня. Если мы хотим казаться женихом и невестой, мы должны вести себя соответственно. Должны целоваться по-настоящему. Потому что жених и невеста целуются. Теперь твоя очередь. Моя? Не знаю. Ладно. Я сказал тебе, что мы здесь лишние. Мне больше некуда пойти. Это не проблема. Я знаю одно место, где нам никого не помешает. Решайся. Ты ничего не теряешь, попробовав. Ты прав, приятель. Пойдем отсюда. Идем. Пока. До свидания. Орестес, ты никуда не пойдешь. Нет, пойду. Узнаю, почему наша кузина Валентина не дома в такое время и почему она с этим типом. Киска, пусть свояк взорвется. Ты не хочешь развлечься? Старик, не уставляй себя на посмешище. Ты пришел с невестой, успокойся. Такое могло произойти только со мной. Скажи, почему Орестес оказался именно здесь? Потому что богатенькие детки не пропускают ни одно дефиле Валентины. Ах, дорогой, посмотрите, в программе написано, что в сегодняшнем дефиле участвует невеста Орестес сам. Что? И она тоже здесь? Теперь точно вечер испорчен, Валентина. Все, все, Франклин, ты ведь не собираешься устроить скандал? Что тебе здесь нужно? Ядовитая змея. Что за грохот? Думаю, он идет снизу. Кто там? Кума, как я испугалась. Это я напугана. Я услышала грохот, как будто внизу что-то упало. Ты тоже слышала? Да. Мне страшно. Давай скажем китайцу. Как бурак, это амбон, steeds лечена. Продолжение следует...